Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программы «Вечерний зефир». К нам обратился наш телезритель и попросил пригласить в эфир интересного, на его взгляд, человека. Так мы и сделали. Итак, у нас в гостях Виктор Воробьёв, реставратор, свободный художник. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня вы реставратор и до сих пор ещё продолжаете учиться, но знаю, так было не всегда. Всё началось с того момента, как вас попросили просто помочь при реставрации храма. Так и началось ваше увлечение реставрацией, захотелось дальше учиться. Расскажите, как это было. Если я расскажу с самого начала, как я это захотел, дело в том, что я искал свой путь, можно сказать так. Изначально, то есть, я пошёл в армию служить, я послужил по контракту, но понял, это, как сказать, ну, не моё, не люблю я служить, естественно. После этого я приехал во Владимир, приехал я с Кубинки, учился, служил в воздушно-десантных войсках разведполка, где я получил опыт как альпиниста. Естественно, потому что альпинист там считается самое важное, что должен делать там разведчик, естественно. После этого я, как приехал в Владимир, устроился в полицию, поработал, был прапорщиком. В армии я уже был старшим сержантом. Естественно, когда я приехал, я поднялся, как сказать, прапорщиком стал. Ну, насколько я понимаю, что так как в армии у вас был опыт альпинизма, вас и пригласили помочь именно в реставрации храма благодаря этому опыту, да, то есть требовался альпинист тогда. С этого момента у вас и возник интерес к реставрации, вы решили учиться и заниматься этим вопросом. Да, да, и после этого я понял, что у меня дикий развился интерес, потому что еще с детства я всегда хотел заниматься архитектурой. То есть мне было очень интересно такие вещи, как барочные храмы, классические храмы, такие как древнерусские стили, например, эклитичные храмы. Это вот как на студеной горе, вот никто же не скажет, что интересно же, вот, мне вот интересно, вот, сколько там колонн, то есть сколько там всяких изразцов, то есть там, то есть это все очень интересно для взгляда. Естественно, что я в свободное время, конечно, еще пишу свои картины, то есть даже вот где я постоянно вот путешествую в разных местах, я даже в Ивановской области, сколько я раз работал, я все равно, даже в то время, когда я реставрирую храм, я пишу картину, то есть неважно. Хоть акварелью, хоть акварель-гуашь, например, хоть цветными карандашами, хоть темперой, то есть там, это все, как сказать, это все как по душе. Составляющие творчества, можно сказать. А какие храмы вот на Владимирской земле вам посчастливилось реставрировать? По Владимирской земле, начнем с самого Владимира, Троицкий храм Новоровского, ну, кстати, Носесен Новоровского, ну, там рядышком с Воровского. Так, Покров на Нерли, так, Успенский собор, так, сейчас скажу. Рождественский, по-моему, да? Богородица, Рождественский монастырь, весь комплекс, когда патриарх приезжал. Вот самый вот... Кстати, это вот интересный такой момент, насколько я знаю, что когда приезжал патриарх, вот именно перед его приездом велись достаточно большие реставрационные работы. Вот как это было, расскажите. Перед тем, как, естественно, патриарх приезжал, дали документ, что патриарх приедет где-то через два месяца с половиной, два месяца с половиной. И реально все люди, все настоятели сразу поняли, что вот где вот патриарх, то есть, там примерно будет. Специально вызвали, что будет, естественно, приводиться порядок Успенский собор, естественно, где будет сам служить, естественно, патриарх. Так, естественно, также сам, где будет почивать сам патриарх в монастыре, в Рождественском и Пирихальном монастыре, именно там. А вот в Успенском соборе что приводилось именно в порядок? Каким образом? Приводилась в порядок сама колокольня, предел Георгиевский храм, как-то архитектурно называется предел, а на самом деле это Георгиевский храм. То есть, весь этот комплекс, забор приводился в порядок, то есть, и вот эти вот все моменты. Сам собор его не трогали, потому что он, в принципе, и так находится в хорошем состоянии, потому что до этого его камень обрабатывали, чтобы он, естественно, не гнил, соли там не было, потому что если соль попадала на камень, то, естественно, камень разрушается. Поэтому вот у меня вот тоже знакомый тоже реставратор, который занимается именно такими вот по камню, то есть, он, естественно, обрабатывали все храмы белокаменные специальным раствором. Насколько я знаю, реставрация такое дело непростое, и здесь влияют очень многие факторы, даже не при любой погоде, насколько мне известно, можно проводить вот этот процесс реставрации. Естественно, если реставрацию проводить в погоде, которая сейчас на улице, то это, как сказать, это как кота против шерсти погладить. А вот почему? А как влияют именно погодные условия на реставрацию? Ну, дело в том, если, например, стена, она не высохла, то есть, она должна быть сухая стена, то есть, если нанести на раствор такую вот стену, естественно, оно не приклеится в свое время, то есть, она отойдет сама. А как вот реставрируются те же самые фрески? Как происходит этот процесс? Что для этого нужно? Перед тем, как реставрировать фрески, естественно, пишется документация с епархией. То есть, это нужно согласовывать, не просто ты приехал, тебе дали задание, и ты, например, что-то используя, отреставрировал. Такое, естественно, нельзя, потому что, если такое ты делаешь, то, естественно, люди будут жаловаться, что если не санкционированная реставрация, то есть, реставрация любая должна быть санкционированная. Да, бывает там, когда ты работаешь, там, приходит какая-то ненормальная там женщина начинает на тебя кричать. Что вы делаете? Не трогайте. Изъедините, все документы уже, как бы, все решено, все материалы, естественно, утвердили. То есть, вот эти все материалы утверждают сверху. Там есть епархиальный архитектор, который составляет эти бумаги. То есть, как реставрировать, что реставрировать, что не надо реставрировать, как это реставрировать, то есть, какой материал использовать. Естественно, только вот так вот. Знаю, даже до таких нюансов, какие использовать цвета. Да, цвета, естественно, надо тоже санкционировать. естественно приведу пример как-то вот храм вот покрасили я конечно красил так вот незнакомый рассказывал случай было такое когда они вот покрасили храм приехала патриарх сказал цвет меня не устраивает не тот свет все перекрасили моментально а вот что же касается например реставрации вот какие краски например используются или какие материалы используются для реставрации например фресок все зависит как какие фрески то есть если храм изначально было белое естественно кто-то пишет акрилом кто-то пишет маслом но под масло это самая дорогая подготовка под роспись я сам готовил под роспись храма под масло естественно там пришлось шпаклевку варить и шпаклевку варить и добавлять ингредиенты разные я считаю как на плитке сидел топил если это я вспомню было очень весело достаточно все сложно в каком состоянии на ваш взгляд вообще находятся наши храмы вот именно владимирской земли сегодня я скажу честно вполне ну тройка с плюсом а вот что например вредит храмам то есть какие вот например те же самые условия я узнаю если например семена куда-то попадают до от растений то это может разрушать храмы что разрушает фрески вот почему а происходит такое вот со временем разрушение фрески начинают разрушаться либо от старости либо от влаги которые поступают через крышу если крыша она уже в плохом состоянии она протекает попадает на фрески фрески естественно появляется на фресках грибок естественно фреска разрушается и поэтому надо всегда постоянно смотреть за стояние крыши если до крыша потихоньку потекает ее можно спокойно починить то есть надо узнать где протечка и устранить ее потому что если это не не сделать то вот приведу вот у меня вот приятель тоже вот тоже расписывает храмы он меня как-то позвал говорит вот не могу понять вот 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 смотришь вот такой вот пятно только расписали и она считаю за сезон когда снег лежал на тайл все попало внутрь приходишь а там уже такое грибковое уже пятно опять по-новому считаю ему приходится работать вот в процессе обучения реставрации какие секреты вы для себя открыли может быть какие удивительные какие интересные самом деле то есть где вот приходится например работать на высоте и понимая что надо где-то сделать всякие разные апсиды то есть украшение например там кресты например и понимая чтобы вот человек там леса не ставил естественно у меня там специализированное снаряжение есть я залезаю наверх и начинаем лепить спокойно то есть для меня еще интересно еще и лепко то есть там и в свое время я также вот сейчас занимаюсь изучением резьбой из белого камня например для меня это тоже сейчас вот аспект интересный такой вот интересный вот момент и мне вот интересно вот эти моменты когда вот люди занимаются вот резьбой что-то вырезают как вырезают да там мне вот человек показал как как резать из белого камня естественно да и я решили заняться да я решил заняться но я буду делать это для души например потому что я вот какие-то некие у меня есть замыслы например некие такие статуи сделать которые как пока их нет таких то есть тоже как из разряда декоративного искусства это будет скорее всего вы знаете также для души на старом кладбище вы хотите поднять своими силами колонну 19 века который является надгробием сына человека который вот построил церковь вот никольская по моему да она называется да да и вот это надгробие валяется в грязи с 1962 года и никому а до этого дела нет вот почему вы решили заинтересоваться и все-таки вот поднять это надгробие не можешь лежать хороших хорошему человеку что вы может сказать от него осталось вот великая память но не не гоже что в грязи естественно если никто не хочет этим заниматься естественно надо делать самому хочешь сделать сам делай сам ну получается все начинается с малого дела да то есть естественно да вот может быть я сделаю вот эту вещь и другие тоже начнут например это же как цепная реакция если человек что-то делает интересное значит надо пойти например тоже сделать вот если есть желающие например да может последовать вашему примеру и тоже принять участие хочется в реставрации может быть чем-то помочь церкви это вообще востребовано сегодня вот если люди пойдут если потянутся да у вас требовано и священнослужащие и будут только рады рады такой помощи я вот например приведу пример вот когда я реставрировал храм и женщина вот который вот занимается например вот продает одежду то есть мне там свой магазин она просто сказал я хочу тебе помочь бесплатно он меня посмотрел так и вот ну вам не для души хорошо естественно я за ней смотрел чтобы все было хорошо чтобы она там не упала там там несколько раз ее перестраховал как бы дай бы воже чтобы ничего не произошло потому что там никому не надо таких проблем то есть естественно я человеку позволил то есть тоже возник интерес вложить лепту в обустройство храма знаю что вы были на конференции в непале художников-реставраторов достаточно такое большое значимое мероприятие было вот в непале вы были не только художники и реставраторы были разные деятели искусства и всем было интересно почему-то пообщаться то есть и на самый момент когда я увидел что там в непале проводится реставрационная работа после того как произошло землетрясение где повлекло что разрушение храмов которым сейчас скажу три тысячи лет где-то и они они были разрушены естественно их потихоньку сейчас восстанавливают то есть я увидел интересные вот моменты их не реставрация то есть видел как они реставрируют то есть там специально леса то есть там хмутовы то есть как и у нас то есть там чем отличается реставрации там от нашей реставрации реставрации там например всегда тепло они у них максим только дожди по утрам большие бывают заряжают часа где-то на не дождь даже а ливеньев сказал я сказал потому что как-то встал в гостинице лотоса выхожу на балкон и чисто вот и вот где я мог раньше за балкона видеть например горы и и я просто ничего не видел и как кроме в такие вот капли дождей я просто думал я года здесь мы опять же говорим погодных условиях да что касается материалов для реставрации материал у них естественно разные то есть кирпич у них красный и есть у них как как сказать у них такой есть кирпич даже когда вот гладишь он как сказать он стирается в данный момент вот этот кирпич у нас бы здесь бы небо не прошел бы потому что у нас маленько погоды как погодные условия другие и пояс умеренный то есть а у них постоянно тепло считай и считай взял заштукатурил кирпич и все а у нас нет у нас наоборот еще если отвалится так еще с половину этого кирпича у нас также когда вот я вот реставрировал разные соборы в москве когда вот реставрировал арт алтаре и честа вот штукатурку снимали она еще старая была штукатурка сейчас скажу она была где-то конец конец 20 конец двадцатого конец 19 века штукатурка была она старая известковая то есть там пока мы там снимали саму старую штукатурку сначала был демонтаж естественно полная комплексная реставрация я пока снимали снимал штукатурку я видел там несколько слоев краски например то есть масляный там разная там краска то есть там только слой краски вот вот такой вот был на стенах а самому слой штукатурки вот вот такое естественно с этой штукатуркой еще и часть кирпича выходила пришлось где-то там и кирпич естественно в подновлять тем более классический собор и там все эти кантики которые надо было привести в порядок непростое дело реставрация время нашего эфира достаточно быстро подошло к концу а нашим телезрителям я напоминаю что у нас гостяк виктор воробьев реставратор свободный художник спасибо за интересные беседы за то что пришли к нам сегодня в гости спасибо большое вам